Так, запись я включил. Здравствуйте, меня зовут Лукачев Лев, мою жену зовут Марина Кузьминская. Спасибо, что пришли. Мы работаем приблизительно один час. План у нас такой. Сначала выступит Марина, потом выступлю я. Мы постараемся уложиться минут в 20-30 вместе. И вторые полчаса мы обсудим тот кейс, который я выкладывал в фейсбук-группе. И, возможно, если останется время, обсудим вашу ситуацию. Мы обсуждаем не кейс, мы обсуждаем теоретические подходы на основе этой ситуации. То есть мы не даем конкретные советы, безусловно. Мы набрасываем некий спектр возможных решений. Вот, я включаю сейчас экран и зову Марину. Ой. Так, вот. Так, экран все видят? Анна Степанова, вот я вас вижу. Вы кивнете, пожалуйста. Вам меня видно и слышно, да? Все прекрасно? Все отлично. Хорошо, давай, Мариночка. Не нужны? Не нужны? Не нужны? Не нужны. Закрывайте реверку. Алло, здравствуйте, дорогие коллеги. Рад вас видеть. Сегодня мы поговорим об избирательности в еде у детей с расстройством аутистического спектра. Меня слышно, да? Все. Вот. Для начала небольшой дисклеймер, то есть, что все интервенции нужно осуществлять под руководством сертифицированного поведенческого аналитика, и вся информация в этом выступлении носит ознакомительный характер. Я посмотрела три вебинара примерно по часу каждый. В конце презентации будет их перечисление. Можно их найти либо на сайте АРИ, Autism Research Institute, это autism.com, либо на YouTube есть они. Для начала цифры по детям, у которых избирательность в еде, не все так, не все касается только детей с особенностями. Часто в одной трети случаев избирательность в еде наблюдается и у нейротипичных детей до 5 лет, и у 25% всех детей до 8 лет. Но, конечно, скачок большой. У детей с особенностями развития до 80%, и у аутистов до 90% это по сообщениям, по мнению родителей, так скажем. Вот. И у аутистов есть такие специфические трудности. Это вот это социальное взаимодействие вокруг еды, часто непонятное, часто пугающее, когда надо всем что-то где-то вместе садиться, что-то как-то разговаривать, передавать друг другу хлеб. В общем, это все очень пугающее. Вот. И также есть так называемые фуджекс, то есть так как аутистам свойственно повторяющееся поведение, и есть у них также и повторяющиеся паттерны вот пищевых преференций. Фуджекс я перевела как пищевые застревания, это некие такие пищевые шестеренки, что ли. То есть это ребенок, у которого уже изначально очень ограниченный рацион, и тут он начинает есть только один продукт, ну, например, пиццу. Он ее ест, 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 от всего остального он отказывается на отрез. И ест он эту пиццу, и вдруг через три недели он ее не перестает есть и больше к ней не возвращается. То есть рацион там от 15 продуктов постепенно может сузиться до трех. Вот. То есть есть такая фишка, которая именно аутистам свойственна. Ну и о каких поведениях мы говорим, то есть какие поведения свойственны для детей с аутизмом. Это вот, как я сказала, крайне ограниченный рацион, еда определенной текстуры, то есть, например, там пюре или только хрустящее, или что-то разное. Вот. Постоянные перекусы, то есть никакого, никаких, не может усидеть за столом, ест везде, кроме как на кухне или кроме как в столовой. Проблемы именно с, ребят, у кого-то микрофон, по-моему. Проблемы с жеванием, глотанием, то есть не может откусить кусок, набивает рот, давится. Хочет, чтобы кормили взрослые. Ест только еду, так называемую finger food, которую берут, можно взять руками, то есть не пользуясь столовыми приборами. Но ест очень мало. И тут я просто вкратце хочу сказать, что вообще дети приобретают необходимые навыки для самостоятельной еды где-то к 2,5 годам. И считается нормой, если ребенок, любой ребенок, ест и пьет, и он это делает вследствие своих вкусов и предпочтений. То есть у него точно не отсутствует этот навык и нет проблем с координацией, со здоровьем и так далее. Вот. И родители, в том числе и нейротипичных детей, почему-то ожидают от детей, что они понимают как текстуру, так цвет, вкус, температуру еды, понимают, как им надо себя вести или за столом. И вообще понимают чувство времени, что, например, в 3 часа нужно идти обедать, примерно так, что, не знаю, солнце где-то находится, и вот он идет. И также чувство голода и насыщения, какое оно. И объем информации этот большой, детям нужно время, и нейротипичным детям тоже довольно приличный кусок времени, чтобы понять и освоить эти все такие понятия, скажем так. И вот Келли Барнхилл, которая возглавляет клинику при Джонсон-центре и работает много с пищевым поведением аутистов, вот она прямо постоянно говорит, что пищевые навыки поведения всегда возникают вследствие научения. То есть детям, дети учатся, дети этому обучаются, и этому нужно их учить. И, соответственно, ожидания родителей должны быть реалистичные. Малыши часто отвлекаются просто потому, что они маленькие, и они изучают мир. И им, в общем, на еду они отвлекаются, им не досуг. И, как и все мы взрослые, многие дети тоже хотят иметь собственные какие-то пищевые вкусы, пищевые преференции. И у многих детей настороженное отношение к новой еде, это совершенно не обязательно должны быть дети с особенностями. Вот, это, в общем-то, практически рефлекс, потому что, я не знаю, в древние времена это спасало, чтобы не сожрать какой-нибудь там цветок или ядовитый корень или еще что-то. Вот, и у детей совершенно нормально, если они едят по-разному. То есть, в один день они едят много, а в другой день они еле ковыряются, несколько дней могут. Это, в общем-то, ничего страшного, если, соответственно, конечно, ну, это в разумных все пределах происходит. И, значит, всем желаем, в этом плане всем надо пожелать терпения, потому что некоторые дети учатся дольше. Но есть обстоятельства, в которых надо вмешиваться совершенно не ожидая, пока дети будут уметь самостоятельно есть твердую пищу, например. Есть некая классификация едоков. Я могу ее потом в группе просто написать. Это там до 30 продуктов, до 15, до 10. Их по-разному называют. Там сопротивляющийся едок, настороженный, еще какой-то. В общем, самое главное, понять, что если продуктов меньше 30 номинований, или, например, продуктов больше, но они из одной группы. Например, ребенок ест там 28 видов булок, 27 видов конфет, но совершенно не ест ни одного там овоща, ни одного фрукта. Вот. Это, конечно же, повод для вмешательства. Вот. Ведется родителей или тераписты, которые приходят, поведенческого аналитика, ну, для начала родителей, конечно, просят вести пищевой дневник, хотя бы неделю, чтобы записывать все-все-все, что ест ребенок, включая напитки тоже. Вот. Соответственно, если ребенок худенький, маленький, плохо выглядит цвет кожи, мешки, сухая кожа, ломкие ногти, хроническая усталость, конечно, нужно... И при этом он, естественно, ничего не ест, тогда, конечно, нужно принимать меры. Соответственно, еще две причины. Это нежелательные виды поведения за столом, когда ребенок рыдает, плачет, дерется, брыкается. Вот. И еще одна очень важная причина, которую часто не учитывается, это если родители находятся в состоянии стресса из-за его питания. То есть все в доме направлено не там... Именно на вот это питание вокруг ребенка, какое-то происходит постоянное движение вокруг еды из-за стресса родителей. И вот тоже Келли отметила, что пока еще вообще исследований по аутизму, по питанию аутистов не так много. И вот она именно отмечала, что неизвестно, насколько вот эта ограниченная бедная диета может отразиться на моторных, когнитивных и поведенческих аспектах развития ребенка. Поэтому важно своевременное вмешательство. И эффективность, конечно же, как и везде, ранней интервенции. То есть чем раньше, тем... чем раньше замечено, да, тем лучше и тем быстрее это пройдет. Вот. Значит, что мы делаем? Вот это... на этом я хотела обратить внимание. На, значит, оценка проблемы. То есть прежде всего, если даже пригласили там поведенческого аналитика, да, родителям надо донести, что методом исключения нужно убедиться в отсутствии медицинских проблем. Гастроэнтерология очень часто у аутистов большие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вот. Множество... тоже приводился пример, что ребенок пил только яблочный сок, перестал есть, пил яблочный сок. И родители уже... ну, там, причем мальчик был доволен, по-моему, уже лет 10 ему было. И, в общем, там уже тоже все, естественно, уже его хотели класть в больницу, причем, по-моему, психиатрическую. Вот. И мы провели обследование, у него какой-то клапан настолько закрыт в желудке, что ничего не могло больше проникнуть. И тут просто он сам себя так вот как бы ограничивал от какой-то сумасшедшей боли и сумасшедших последствий. Поэтому надо очень внимательно. И еще такое важное замечание. Невербальные дети, если они стучат вот так вот по горлу в район солнечного сплетения и по животу, это очень часто именно гастроэнтерология, обратить на это внимание. Соответственно, некие физиологические аномалии, недоразвитие каких-то... то есть органов, отвечающих за прием пищи. Вот. Ну, симптомы понятные. Там рвота, кашель, боль в горле. Диагноз, естественно, ставит только врач. Самолечением заниматься родителем не надо, но к врачу отвезти обязательно. Вот я знаю по... не нашла я особой информации в презентациях, но я по мнению родителей многих, они считают, что лечение от паразитов при их наличии, да, оно помогает. Это часто паразиты и угнетают аппетит. Вот. Аллергии, соответственно, к аллергологу. Моторные проблемы. Моральная тонкая моторика, мышечный тонус и сенсорные проблемы. То есть сенсорными проблемами я называю работу, грубо говоря, эрготерапевта, который умеет использовать метод сенсорной интеграции. То есть у детей множество может быть проблем именно сенсорных. То есть это... его может пугать вид еды, может запах, может шумы, которые во время еды вокруг него. Значит, проблемы он не ощущает в своем теле. Вестивулярка. Он не может иногда донести толком ложку там. Ему неудобно сидеть, скрючивать, у него все там перекошено. В общем, этим должен заниматься, конечно, специалист. И недостаток витаминов, минералов. Это тоже лучше сдавать анализы, соответственно. Но вот по себе скажу. Вот у нас, например, я давала нашей дочке цинк. И у нас очень как-то с аппетитом стало лучше. То есть помимо каких-то поведенческих, вот я давала цинк, она прямо стала получше. Именно аппетит у нее улучшился. Затем идет так называемый механический осмотр. Его может проводить как врач, так и опытный логопед, даже не логопед, наверное, а специалист по патологиям речи. И эрготерапевт. Обследует глотание, оральную моторику. Вот здесь я описываю симптомы проблемы, когда ребенок долго ест, плохо жует, застревает еда наверху на небе. Много глотает, но неэффективно. Издает мокрые звуки. И у таких детей проблемы со смешанными пищевыми текстурами. Например, для него очень трудно понять, что такое суп. То есть это и жидкость, и полу какие-то твердые овощи, и довольно твердое мясо. То есть тут могут быть проблемы с оральной моторикой. Соответственно, способность жевать. И вот я уже сказала, сенсорные дефекты. То есть проблемы у ребенка могут быть комбинированными, как физиологическими, так и поведенческими, так и смешанными. Вот. Там у кого-то ребята, музыка у кого-то. Дорогие мои, можно выключить? Вот. Так, сейчас. Вот. Ребята, я не слышу ничего. Сейчас. Проблема, значит, поэтому очень хорош будет... Меня слышно, да? Вот. Будет очень хорош мультидисциплинарный подход. Слышно, да? Кивните мне головами. Вот. То есть работа специалистов сразу из нескольких сфер может быть эффективной. Вот. И тогда поведенческий аналитик, когда приходит домой, ой, домой к ребенку, например, он должен получить, как опрашивая родителей, так и, естественно, в виде все сам, он должен получить описание пищевого поведения. То есть, начиная, опять разбиваем на этапы, и как ребенок подходит к столу, подходит ли, как участвует в еде, в процессе, в трапезе, вскакивает ли он, убегает, вертится, плачет ли, когда еда оказывается перед ним, когда начинает есть, плюется, какие поведения, то есть давится, тошнит, бросает ли еду, пристает, мешает другим едокам. Как, у него не получается. Каково состояние родителей, в стрессе ли он, требует от ребенка, бьет, не знаю, там, бьет, конечно, мы не будем даже обсуждать, тревожится, он очень такой тревожный или он гиперопекает ребенка. В общем, все мы учитываем. Семейные паттерны, то есть, как проходят трапезы. Если оба родителя сядут у компьютера и жуют там что-то бутерброд, смотря в экран, конечно, от ребенка сложно требовать, что он будет прекрасно сидеть и за столом, и вкушать, значит, обед. Вот, опять же, моделируют ли родители подходящее поведение, то есть, показывают ли они ребенку, как правильно есть, как правильно держать прибор, как правильно. Многие думают, опять же, как я уже сказала, что ребенок это знает как-то сам по себе. Вот, какие предпочитают столовые приборы, какую посуду, какой во время еды свет, что звук, кто вокруг, в общем, все надо. И тоже важно, это немножко будет использоваться потом, но функциональная оценка самой еды, то есть, ее размер, порции, что он ест, какой тип, какой текстуры, то есть, все-все-все. Мы используем потом для разработки неких методик, которые после того, как ребенок начнет принимать пищу, есть, пробовать новую еду, мы с этой помощью будем при манипуляции переменными расширять его пищевой рацион. Ну и, соответственно, потом мы проводим поведенческую оценку, выявляем функцию, обычно это ребенок избегает какой-то нелюбимой еды, хочет получить любимую и часто привлекает внимание. Да, хочется, да, неприятная деталь, что нежелательное поведение часто подкрепляется взрослыми, начиная от, я не знаю, когда ребенок, не знаю, мама при нем морщится и говорит, фу, я ненавижу лук там, или я не люблю суп, или там, когда ребенок бросил кусок, все засмеялись, в общем, как-то разные бывают закрепления, но закрепляются именно взрослыми. Затем мы уточняем статус пищевого развития ребенка. Не всегда он совпадает с хронологическим возрастом. Да, Лев Флевич, вы пришли, да? Спасибо. Вот, то есть, как ребенок, какую пищу он может есть, например. Лешка, ты меня отвлекаешь немножечко. Вот, значит, потом мы успокаиваем родителей, говорим им, что все, в общем, вы не одиноки, и все, возможно, вот, возможно, интервенция возможна, и, в общем, и затем вот мы, это опять же, наверное, чуть выше, то есть, когда улучшается принятие пищи, мы для расширения рациона все-таки основываемся на текущем навыке ребенка. То есть, если он ест, может пить только жидкость, то есть, он там в 3,5 года только из бутылки пьет, ему не надо совать сразу твердую пищу и ожидать, что он ее съест. Он не сможет ее сразу съесть. Мы идем постепенно, мы пойдем от жидкости к пюре, к полу твердой пищи к твердой. И, соответственно, план поведенческого вмешательства, он обычный, работаем с антицидентами, потом работаем с поведением и потом с его последствиями. Ну и сразу такой пункт, значит, называется, его все отмечают, приготовимся к трудностям. Это дело непростое, еда. Еда – это сакральное такое понятие, и работать с ним не очень-то просто. Мы готовим семью. То есть, для семьи опытный поведенческий аналитик тоже будет искать поощрение, как им можно поощрить их успехи. И вот написала я поиск вообще помощи, воспользоваться любой помощью, которая только есть, от няни до церкви. И главное, чтобы все дудели в одну дуду. То есть, примерно, когда вырабатывается план поведенческой интервенции, все ему следуют. Бабушка не кормит орехами какими-то жесткими, не дает в период перекусов попить шоколадного молока. И мы не забываем, что возможен поведенческий взрыв, extension burst. И мы предупреждаем семью, потому что, если не предупредить, Гелик, вот Гелик кушает у нас рисовые хлопушки. Иди, пожалуйста, иди к папе, скорее, скорее, скорее. Да, иди, возьми, пожалуйста. Вот, и мы предупреждаем семье, что это возможно. Вот, и готовим мы и ребенка, естественно, то есть с помощью социальных историй, или, в общем, в зависимости от его возраста и уровня развития. Или сначала будет тот, и потом тот. В общем, мы готовим, что что-то будет связано с едой. И обучаем тераписта, тоже мне очень понравилось. Учим его саморегуляции и расслаблению. То есть, если он, его ребенка плюет или забьет ложку по голове, он может вечером выпить бокал вина или принять в ванну. То есть, вот так мы его тоже готовим. Что он, ему нужно... Сейчас, одну минуточку. Лена, пожалуйста. Пожалуйста, попроси, попроси внимательно. Лева, возьми, пожалуйста, гейм. Так, простите. Сейчас я тут немножечко перекручу. Вот, значит, обучаем тераписта, уже сказала. Теперь, значит, антициденты. То есть, окружающая среда должна быть соответствующей. Тишина, чистота, чистый стол, чистая кухня, ничего отвлекающего. И телевизор, планшеты, гаджеты мы убираем. Ребенок должен быть голоден. То есть, мотивационные условия. Еда по расписанию. Два часа до, два часа после еды нет. Сократить жидкости. Естественно, в разумных все пределах. Если ребенок мало пьет, ему, в общем, все равно давать жидкости. Ну, понятно, да, все зависит от конкретного ребенка. Подкрепители, значит, ищем подкрепители. Вот, определяем их, а затем убираем те, которые хотя бы за неделю, желательно, самые желаемые убрать, чтобы ребенок за них потом работал. Вот, ротация подкрепителей обязательно, потому что они быстро надоедают. Вот, и, значит, опять же, пищевой режим. Четкие правила поведения, опять же, мы доносим до ребенка в зависимости от его возраста, значит, и развития. Вот, и правильная посадка, стул и стол по возрасту. Есть все-таки, сидя за столом. И все-все-все специалисты, все без себя иди, они говорят, что все-таки мы приучаем ребенка к столу. То есть мы, вот это одно из условий. Ну, не думаю, что я должна это говорить, но я все-таки скажу, никаких привязываний к кормлению насильно быть не должно, потому что доверие, конечно, будет подорвано. Вот, правильная посуда, не острые, не металлические столовые приборы. Соответственно, удобные, не знаю, каждому нравится. Некоторым детям нравятся тарелки, которые разделены на части. Некоторым нам нравится. У нас Геля любит тарелку с хрюшкой, например, на ней. Вот, как-то ей нравится она. Вот. И где-то примерно с двух лет стараться, обычно стараемся все-таки пить, учить пить ребенка из чашки. Если есть разные чашки с носиками, с трубочкой, не проливайки такие. То есть разные очень есть приборы, которые вы можете использовать. Вот. Выбирается еда. В меню для начала опираемся мы на все-таки на те вкусовые и текстурные преференции ребенка, которые у него к этому моменту есть. Ну и стараемся, чтобы все группы продуктов, то есть овощи, фрукты, протеин, углеводы, там, чтобы все было. Вот. И стараться во время еды и между приемами пищи только воду давать. Вот. Работа с самим поведением. Для начала мы его четко описываем, то есть чего мы добиваемся от ребенка. И важно не пропустить здесь тоже какую-то стадию. У меня как бы с конца, можно сказать. То есть некоторым детям можно... Левочка, а как мне сделать, чтобы я вообще никого не слышала? Потому что там у кого-то телевизор работает. Мне тяжеловато. Я не знаю, где. Вот на... Сейчас, одну минуту, ребят. Ой, все. Блять. На mute all нажмите. Mute all. Меня слышно? Очень хорошо. На лично партийство нажмите там mute all и всех вы отключите разум. Mute all. А где он находится, этот пункт? Меня кто-то там даже матом ругает. Тяжело просто громко. Mute all. У меня та же проблема была. К сожалению, люди не понимают инструкции. Надо всех разум отключать. Где же это находится? Подожди-ка. Вот здесь 27, может, по тыс и пункт. Там где-то внизу. А, по тыс и пункт. Вот, Лев. Mute all. Вот, все. Все отлично. Отключай всех. Все. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Значит, так, сейчас. Вот, значит, мы четко описываем, потому что иногда бывает, что ребенок не умеет, ну, то есть не обучен даже подходить и садиться за стол, когда зовут есть. Поэтому важно ни один из пунктов не пропустить. Вот. Ну, и методы, соответственно, самые такие простые. То есть мы используем метод дискретных блоков для того, чтобы пробовать новую еду. Опять же, мы говорим, что задач у нас может быть много там. Сначала пробовать еду, потом расширять рацион, потом еще что-то, в зависимости от важности, первоочередности задач, да. Пробуем еду, метод дискретных блоков, да. И дается инструкция, откуси, съешь, попробуй. Ребенок кусает, не знаю, подносит к рту, еще что-то, получает подкрепление. Немедленно, сразу же, за каждый раз, за каждый укус. Шейпинг. Написала поцеловать еду. Это ребенок просто, да, поднести еду к губам, но ребенок именно иногда целует ее. Ну, так вот просто, лучше сказать, поцелуй, что-то. Ребенок, значит, берет еду, подносит к рту, опускает вилку или руку и сразу его подкрепляет. Соответственно, потом коснуться ее губами, потом коснуться языком и потом положить в рот. Тренируется вот навык до того, как уже ребенок практически кладет в рот. Вот надо, чтобы полностью, чтобы ему было прямо легко, чтобы он справлялся с этой задачей очень, как бы, уверенно. А когда мы учим жевать, а потом учим глотать, во время обучения жеванию ребенку нужно разрешать выплевывать. То есть вот он, может быть, даже пожевал там два раза и выплюнул, и вы ему все подкрепляете. То есть он, не надо ругать его, что он плюет с едой. Вы учите его жевать, он вот учится так. И, соответственно, десенсибилизация. То есть все, мы делаем еду приятным, чем-то приятным. То есть можно ходить с ребенком в магазин, помогать, раскладывать ему продукты. И, может быть, ребенок что-то может даже приготовить. Вот у нас, например, с ребенком интересно очень, она вдруг в магазине, правда, уже она пробовала более-менее еду, но она в магазине увидела авокадо. И почему-то она так прямо ее восхитила от авокадо. И вот она его стала есть вдруг. То есть вообще никто, ничто не предвещало, называется. И мы записываем данные. Данные мы записываем, просим записывать родителей. Опять же, когда родители все записывают, мы их как-то подкрепляем, придумываем как. Вот. И потом идет, значит, на основе данных, в общем, нам будет гораздо легче двигаться дальше. И работа с последствиями, значит, меняем, нам менять отношение к проблемному поведению, возможно, тоже надо, как специалистам. Но как-то надо до родителей это доносить, чтобы они игнорировали больше, подкрепляли, то есть подкрепляли адекватное поведение, игнорировали неадекватное. Подкрепляем мы новое поведение, то есть альтернативное. Вообще любое поведение нам нужное. И вот как бы виды подкреплений, то есть если ребенок ест, я привела пример брокколи, который как бы, ну, пример нелюбимой еды. Сначала мы едим что-то нелюбимое, потом любимое. Начинаем просто с каких-то, ну, микроскопических кусков. Не надо ребенку накладывать в тарелку, и чтобы вам тоже показал родитель, какую порцию он пытается засунуть в этого несчастного ребенка. Часто это очень просто много. Микроскопический кусочек брокколи, потом кусок любимой еды. Если не работает, уменьшаем это, увеличиваем подкрепление. Одновременно мы даем что-то новое, то есть нежелательное, да, и любимое. Тут написано смешиваем, но тут даже не совсем смешиваем. Мы, например, там, я не знаю, на микроскопический, вот приводят пример, микроскопический кусочек сельдерея кладем густо-густо, слой там арахисового масла, например. Но мы не прячем и не подмешиваем, потому что ребенок, у которого такой ограниченный рацион, он обязательно это сообразит, что вы что-то не то туда положили. Поэтому это, и опять же, у вас будут потом проблемы, что каждый кусок от вас будет ждать какого-то подвоха. Вот, ну, разрешаем иногда, если мы можем вот это время соблюсти какое-то маленькое, то есть не томиться за столом, немножко как-то пробежаться, если у него большие проблемы, еще, может быть, со вниманием. И, соответственно, есть тоже способ, да, гашение избегания, я это написала. То есть мы просто не разрешаем отойти от стола, но, опять же, мы не удерживаем насилие, насильно как-то придумываем. То есть, например, если столик, уголок кухонный, мы сажаем ребенка там в уголочек, и вокруг него сидят родители, например, или кто-то, то есть ему физически, может быть, сложно выйти из-за стола. Но это уже, да, это вопрос такой, кто как сможет, тот так и не разрешит, если не найдет других способов. Все, я закончила, большое спасибо. Сейчас я позову Льва, он расскажет дальше. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, что пришли. Надеюсь, никто не спит пока. Меня слышно хорошо? Слышно и видно, да? Не спим. Не спим. Окей, окей, окей. Рад всех видеть. Вот. Так, давайте я сейчас... О, Юлиана. Давайте я сейчас быстренько расскажу. Еще буквально пять минут, и мы на кейс переключимся. Я сейчас включаю экран. Так. Запись у нас идет по-прежнему. Вот. Чат все могут читать, да? Ни у кого никаких технических проблем нет. Да, давайте тогда мы продолжаем, коллеги. Вот. Включаю экран еще раз. Пожалуйста, не воспринимайте наше выступление как руководство к действию без предварительного обдумывания и желательно обсуждения с тем, кто в теме, с поведенческим аналитиком. Да, большинство семинаров, которые мы смотрели, Марина, и статей, они описывают либо работу в мультидисциплинарных командах, да? Логопед, специалист по occupational therapist, поведенческий аналитик, с одной стороны. С другой стороны, большинство статей, которые мы смотрели, они больше половины случаев в клинических условиях решали не дома. Вот. Поэтому, пожалуйста, внимательно и осторожнее, да? Особенно, если случаи сложные. Вот. Постараюсь быстренько. Информация искалась простыми достаточно методами, да? И здесь все написано, да? Это электронные библиотеки, это YouTube, библиографические ссылки. Мы постараемся сделать эту информацию доступной, выложив ее на Facebook и там же, да? Две важных больших части – это то, что мы имеем дело и с респондентным поведением, и с оперантным. И, соответственно, должны работать с ними комплексно. То есть, как вы видели в тех статьях, вот я выложил на Facebook, да? Вы посмотрите, пожалуйста. Там приведен список из 38 статей, и в основном эти интервенции имеют комплексный характер. Именно потому, что мы работаем одновременно, то есть ребенку тошнит, очевидно, что это респондентное поведение, да? С другой стороны, ребенок может размазывать кашу по столу или там во рту ее полоскать. Это может быть автоматическое подкрепление, или это может быть привлечение внимания. Как правило, поведенческие цели отказа от еды – это в 90% случаев избегание, да? Избегание, привлечение внимания. Интересно, что есть статьи, в которых оценивается функциональный анализ текстуры еды. Как влияет текстура и состав еды на пищевое поведение, да? Такие статьи тоже есть, вот. Можно посмотреть. По поводу… Давайте дальше мы пойдем. Значит, поведенческие методы терапии я выкладывал на Facebook. И вот, если кому-то будут нужны, я не буду все подряд рассказывать, потому что не хочется, чтобы, опять же, чтобы вы с моих слов что-то применяли, да? Во всех статьях описаны конкретные кейсы и описано подробно, как применялись вот эти терапии. Если кого-то какие-то статьи заинтересуют определенные, да? Вы посмотрите, напишите мне, напишите Марине. Мы обязательно постараемся вам помочь. Как минимум пришлем статью. Возможно, найдем минут 15-30 вместе с вами ее почитать, посмотреть, как применимо ли это, да? После того, как проведены все медицинские и околомедицинские терапии, да, мы переходим к поведенческим методам. Соответственно, мы работаем либо с мотивацией, да, манипулированием аппетитом, короткое время кормления, мы работаем с десенсибилизацией, соответственно, да, с респондентным поведением. То есть десенсибилизация – это, условно говоря, по маленьким кусочкам, да, по чуть-чуть. Мы работаем, соответственно. И дальше вот этот длинный список различных поведенческих технологий. К сожалению, я вам не предоставлю сейчас как алгоритма, как выстроить из этих кирпичиков вашу терапию, да? У нас есть несколько кейсов, которые мы из вебинаров, например, имеем, да, которые уже разобраны, которые уже решены. Что-то из этих кейсов мы постараемся поделиться в письменной версии, которая, я надеюсь, будет. Да, вот, далее, положительный, ну, по сути, я, вот, гашение и сбегание – это наиболее частый, наиболее частое, естественно, держим ложку, да? То есть в идеале они просто держат ложку, давай ешь. Вот, но сильный поведенческий взрыв, с одной стороны, агрессия, эмоциональное реагирование, да, и нестабильное применение методики. Вот на Ютьюбе, если вы можете посмотреть, да, с мальчиком 13 лет это не работает уже, не поймаешь его, да? Нужно, соответственно, частое применение вот этого нарастания требований, да, нарастание требований или постепенное изменение текстуры. Мы должны быть предельно систематичны, скурпулезно систематичны. Об этом говорит вот Пиасо, что это многие используют, но если у вас нет блендера, который в состоянии сделать вам 10 видов различной текстуры, вы поймете, что действительно вот этот градиент, он у вас по еде, он у вас создан, да? Эта терапия, она, возможно, как бы будет сложна в применении. Пока вы не понимаете, что у вас действительно в ступеньке созданы вот эти, да, это технические какие-то вещи, которые должны быть четко отработаны, очень систематичный подход, да? Постепенно, постепенно, постепенно сенсорная стимуляция. За каждой из вот этих терапий стоит определенная статья. Вы сами можете найти эту статью. С большой степенью вероятности она есть в открытом доступе. Если нет, можно написать мне, можно написать автору, кстати говоря, и автор тоже, возможно, пришлет эту статью, и вы увидите технологию. Вы увидите технологию, которую вы сможете использовать, вот. Необусловленный доступ к игрушкам, создание игровой ситуации. Вот, футгейм, да, она вот так вот выглядит. Как я понимаю, это бродилка. Спасибо Любови Яненковой. Там есть описание этой игры. Их несколько. Например, как я понимаю, да, кубик. На кубике, например, цифры с одного до трех. И, соответственно, вот вам постепенное, с одной стороны, постепенное создание нарастания требований, с другой стороны, то, что называется векарное научение. Друг на друга смотрим, друг у друга учимся. Как-то вместе все это веселее в игровой ситуации проходит, да. Вот, на самом деле, в терапии мальчик, который справа. Визуальные подсказки, жетонная экономика. Вот, с другой стороны, естественно, это присутствует такое понятие, как вот это наказание в поведенческом смысле слова, да. Но здесь мы осторожно работаем. Это для сложных случаев. Десять раз отмерь, один раз отрежь. Это то, что я постарался побыстрее вам сказать. Значит, давайте обсудим. Вот.